Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений Донец и это распаковка к честному обзору. Распаковка отличается от полновесного обзора, что здесь я очень бегло рассказываю. И сегодня у нас на обзоре новая модель Samsung Galaxy M21. Еще недавно я рассказывал про A41. В чем же разница? Ну, во-первых, здесь огромный аккумулятор, 6000 мАч, который будет держать и держать. Камера с хорошей светосилой. Вторая камера широкоугольная, 8 мегапикселей. И время пролетное для создания эффекта боке сзади, 5 мегапикселей вспомогательное. Селфи-камера имеет разрешение 20 мегапикселей, но эти цифры ни о чем не говорят. Автофокуса у нее нет, она очень посредственная. Зато в общем и целом этот смартфон может снимать 4К 30 кадров в секунду и согласитесь, это уже полновесно. При этом на борту есть, ну, хоть какая-то цифровая стабилизация. Здесь есть также две сим-карты, 64 гига собственной памяти и 4 оперативки, хороший самсунговский процессор, вполне себе графический чип приличный. Ну и все остальные подробности узнаете в нашей распаковке. Вперед! Друзья, вы правильно сделали, что остались, хотя и сами об этом догадались. Давайте посмотрим, что в упаковке M21. В последний период Samsung очень зачастили с новыми моделями, мы даже не успеваем отслеживать, какие модели лучше какие появляются. И просто все подряд обозреваем для того, чтобы понять, что же конкретного предлагает Samsung различного рода пользователю. Перед вами совершенно нехитрый комплект того, что можно увидеть внутри. Наушников здесь нет. Несмотря на бюджетный сегмент, чехла внутри упаковки нет. Блок питания это быстрая зарядка от Samsung, что совершенно логично при такой емкости аккумулятора. Отвечая на вопросы зрителей и на претензию, вы почему не рассказываете, как он держит батарейку? Скажу, что в основном батарейки везде одинаковые. 3500 вот такая средняя величина. Это значит, что батарейка будет при интенсивном использовании держать полдня. Ну а здесь батарейка 6000. Нетрудно догадаться, что она легко продержит весь день. А если вы мало пользуетесь смартфоном, то полтора-два дня. Поэтому здесь я о батарейке сказал, а в остальных обзорах часто не говорю. Характеристики зарядного устройства для продвинутых зрителей честного обзора. 15 ватт максимальная мощность, которую он достигает. Розетка блока питания стандартная, а вот уже шнур обладает USB Type-C. Цветовое решение у меня синее. Красивый цвет, смотрится хорошо для, наверное, молодежи. Давайте бегло осмотрим внешний вид этого смартфона. Он выглядит обыкновенно. Ничего особенного нет. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, понравился ли вам такой цвет. Камера обещает 48 мегапикселей. В случае Samsung это всегда честное решение. Остается только протестировать эту малышку. Сканер отпечатка пальца расположен сзади. Казалось бы, это устаревший зашкварный вариант. Но с другой стороны он расположен не в платной камере, что вполне удобно позволяет мне указательным пальцем дотянуться до него. А еще второй момент. Вот эти все новые сканеры, которые под дисплеем, они какие-то медленные. Меня они раздражают, честно. Лучше всего, на мой взгляд, сканер расположенный вот здесь в кнопке. Это в некоторых моделях есть. Ну и если здесь, то тоже вполне нормально. Я вроде каждый раз попадаю. На нижнем торце слева направо стандартно расположенный разъем для выхода звука из динамика, микрофон USB Type-C и 3,5 мм разъем под наушники. Слот для сим-карты позволяет использовать microSD и две сим-карты одновременно, что очень круто. Поставьте царский лайк, если вам нравится, что я все показываю крупно. На левом торце нет ничего, кроме слота для сим-карты. На правом торце мы видим стандартные органы управления. Это кнопка питания и качеля громкости. На верхнем торце расположен только один микрофон, то есть звук записывается в стерео режиме, а также шумоподавление при разговоре работает отлично. Разговорный динамик спрятался над селфи-камерой и сделано это очень эстетично. А плотность пикселей, как вы можете лицезреть, высокая. Магазину Castle хочу передать большой привет за интересные модели. Вам спасибо, вы красавчики. Евгений Донец, мультиформатный ведущий, со стажем более 14 лет. Одинаково блестяще проведет вашу свадьбу, корпоративную вечеринку или концерт. Возраст людей не имеет значения. По отзывам клиентов, ведущий Донец не похож ни на кого. Он отличается ненавязчивой подачей, искренним ведением праздника и высоким уровнем профессионализма. Если на вашей свадьбе появился Евгений Донец, значит она пройдет весело. Предлагаю поднять шторку и посмотреть, какими характеристиками нас обделили и снабдили в этом недорогом смартфоне. А здесь я не нашел вообще ничего интересного, потому что все как положено у обычного устройства. Здесь нет только сценарий в Bixby, который мне нравится использовать, а не автоматизированный. Главное, что не забыли NFC. FM приемник это знаете плюс-минус, кому надо, кому не надо. А так в целом Samsung как Samsung. Samsung дисплей, Super AMOLED. Я не люблю AMOLED современные, потому что у них есть эффект шим, он мерцает. Этого глазами не видно, при этом глаза устают. Интересная ситуация, да? Ты не замечаешь, от чего-то у тебя начинают болеть глаза. От Super AMOLED, потому что он мигает очень быстро и незаметно для глаза. Но тем не менее, орган твой садит. Лучше использовать IPS-матрицу. Но все Samsung перешли на AMOLED. Сразу скажу, что AMOLED не всегда был таким. Например, у меня был Galaxy Note 3, хрен знает когда очень давно. И в нем никаких проблем не было. AMOLED как AMOLED, смотришь, глаза не устают. Что вот вы с ними сделали? Почему они стали такими? Samsung. Пользуясь случаем, я проверю уровень шим, насколько он здесь виден. Ага, вот видите, поползла полоса. Шим здесь имеется, но при определенной яркости и не особо заметен. Значит, в принципе, хорошо допилили все. Но на маленькой яркости глазам будет наиболее вредно. На средней получается, что менее вредно. На максимальное, не рекомендую, выгорает дисплей. Заглядывая в настройки, можно увидеть абсолютно стандартную картину для Samsung. Совершенно ничего нового. Единственное, что я всем рекомендую, дисплей сразу ставить на обычные естественные цвета, для того, чтобы глаза еще больше не переутомлялись. Получается, что все опции этого смартфона полновесные. В нем есть и NFC, и Bluetooth, и Wi-Fi. А что еще надо? Ну, согласитесь, этого достаточно. В NFC для того, чтобы рассчитываться. Обычно в бюджетной версии смартфонов NFC не ставят. И это было бы за шкваром. А здесь вам на те NFC, на те FM приемник, на те аккумулятор 6000 тяжелый. Неси его. И если вам на дизайн, в принципе, до лампочки, что он толстенький однозначно, то прям, ну, вообще мне нравится. Кстати, давайте сейчас протестируем камеры. Full HD 30 кадров в секунду без стабилизации. Full HD 30 кадров в секунду стабилизация включена. Режим суперстабилизации на широкоугольную камеру. Видеосъемка на широкоугольную камеру с обычной стабилизацией. Съемка на селфи-камеру Full HD. Стабилизация невозможна. Снимаю на штатив. Суперстабилизация. Стабилизация включена. Обычный угол. Стабилизация включена. Широкий угол. Пробуем макросъемку на видео. Вопросы к работе камеры. Практически нет. Особенно фотокамера. Ну, очень яркая, красивые, сочные снимки. Вы сами видите. Что же касается ночной съемки, то она всегда раскрывает на самом деле все недостатки. Посмотрим. Ночная съемка Full HD. Стабилизацию выключил, чтобы избежать размытия и кропа. В принципе, ну... Ночная съемка 4К. Ночная съемка Full HD плюс стабилизация. Да, это удивительно. Но и ночная съемка вполне себе ничего. То есть, камерам здесь я оставлю зачет. Во-первых, несмотря на то, что это вообще никаким местом не флагман, у него достаточно хорошие полновесные камеры. Мало того, здесь есть 4К, да еще и стабилизация. Я думаю, что этот смартфон можно воспринимать всерьез. Он не прямо совсем обрезанный. У него все, что нужно, имеется. Основная камера 4К, 30 кадров в секунду. При этом стабилизацию включить невозможно. Эта опция отсутствует. Размер файла ограничен 10 минутами. Как вы заметили, данный смартфон может снимать 4К, 30 кадров в секунду. У некоторых возникает вопрос, а почему 4К, 30 кадров в секунду, может? Значит, хватает производительности. А Full HD, 60 кадров в секунду, не может. Здесь есть только 30 кадров в Full HD. Все очень просто. Дело в светосиле. Если Full HD 30 кадров в секунду, то свет успевает набираться, и видео ночью достаточно сочное. Как только вы делаете 60 кадров в секунду, независимо от размера картинки Full HD или 4К, получается светосила значительно ниже. Поэтому производитель выбирает среднюю частоту кадров. Давайте сейчас бегло протестируем игры, потому что 6000 мАч, большой аккумулятор. По идее, игры должны работать долго. Но вот с каким качеством, посмотрим. И хотя это распаковка, я не поленился установить игру Real Racing, чтобы посмотреть, с каким качеством здесь все идет. Ну что же, я вижу, что идет не супер. Все в пикселях. Даже при большом количестве автомобилей торможения нет. Но если посмотреть поближе, то видно, что все состоит из пикселей. И глазами это очень заметно. То есть разрешение в игре понижается для того, чтобы данный процессор и данный графический чип вытягивал эту игру без тормозов. Я установил специально для вас Shadowgun Legends, чтобы посмотреть, с каким качеством идет эта игра. Пока что вижу 60 кадров в секунду. Очень все плавно. Пошли первые торможения. Сразу скажу, что динамику данного устройства очень противно звучит. У него такое мерзкое качество, что я попробовал смотреть на нем YouTube ролик и довольно быстро выключил. Звук неприятный. Очень обрезанные верха. Низов практически нет. То есть динамик дешевенький. Но он достаточно громкий. А это уже хорошо. По крайней мере будет слышен сигнал. Получается, что все игры он тянет вполне себе достойно. Ребята, слушайте, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие игры мне лучше использовать в следующий раз. Потому что вот эти уже прямо надоели. Я понимаю, что Asphalt показательная игра, у которой мощная графика и не каждый смартфон ее подтянет. Но они надоели. Есть, может, еще что-нибудь? Shadowgun Legends я знаю по БГ Мобайл, знаю. Господа, некоторые из вас предъявляют мне претензии о том, что очень мало технических моментов в распаковке. Ну так распаковка, она делается быстро. Это не полновесный честный обзор, где я две недели хожу со смартфоном и потом выдаю в эфир все детали, подробности, когда я прямо на пользовался. Здесь моя цель, чтобы вы быстрее поняли, о чем вообще эта новинка. Брать, не брать. Потому что лучше всего делать обзоры полновесные именно на флагманы. А найти, ну, не стоит. Подводя итоги, могу сказать, что M21 гораздо лучше, чем A41. Вот я серьезно говорю. Потому что здесь вот хотя бы аккумулятор 6000. Это вам не 3500. Здесь аккумулятор будет держать и держать. Да, процессор помощнее. Но опять же, это тоже плюс. И не обязательно его задействовать на полную катушку. Некоторые используют в основном для каких-то, ну, действительно важных целей. То есть в интернете посерфить. Не для игр, которые больше всего высасывают энергии. Что касаемо камер, опять лучше. Да, я рекомендую именно этот смартфон выбирать из двух моделей. Но если вам не нравится жирный дизайн и вот пластиковая вот эта вот сзади, она, конечно, уже и залапалась и все. Ну, тогда выбирайте в пользу дизайна, ограничивая себя в некоторых характеристиках. Выбирайте тогда A41. В любом случае, решение принимаете только вы сами. А я напоминаю, что это была распаковка к честному обзору. Будет ли половесный обзор, зависит только от вас. Если много комментариев напишите о том, чтобы я его сделал, тогда я пойду навстречу. Но вообще-то я люблю больше внимания уделять флагманам. А эти простые модели. Они заслуживают именно столько внимания, сколько им достается. На сегодня это все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Евгений Донец. Я все сказал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok